По просьбе зрителей комментируем конфликт священника Константина Мальцева и сектоведа Александра Дворкина, к которому присоединился еще один священник, стройбатя, отец Нефёдор. Там была такая штука. В одном из видосов Мальцев пересказал старую байку о том, как при крещении годовалый младенец начал бесноваться, и поп не мог его покрестить до тех пор, пока мамаша ребенка не покаялась в том, что сделала множество абортов. Но это очень старая байка из серии, как девушка Зоя потанцевала с иконой Николая Чудотворца. Я каменела. Православные любят контент про аборты и бесов, поэтому регулярно пересказывают из уст в уста такие сказки. Атеисты, эзотерики, агностики больше любят псевдонаучный контент, типа как мещанин Никита Петров за крамольные рассказы о полете на Луну был сослан в Байконур. А сектовед Александр Дворкин любит во всем видеть секты и колдовство, и проанализировав байку, которую пересказал Мальцев, естественно, нашел там оккультно-магический контент. И правильно нашел, потому что это типичный пример устного народного творчества, в котором языческие и христианские сюжеты, естественно, переплетаются. И это очередное подтверждение того, что русская культура сформирована и продолжает формироваться не только православием, но и язычеством. Мы видим в этой истории пример мракобесия, то есть когда священники пересказывают из уст в уста разные байки без какого-либо критического анализа. Тот же самый Мальцев в рамках своего миссионерского проекта мог бы не хуже Дворкина провести богословский разбор этой байки. Но он это не делает, потому что священникам не проявита культура критического анализа входящей информации, которая свойственна людям научного склада ума. Именно поэтому церковь гонит мракобесный контент про чудеса, суеверия, а иногда и просто клинический бред. Вроде все попы богословское образование имеют, а применять его на практике еще не умеют. Типичное пересказывание слухов и сплетен, характерное для донаучной эпохи Древнего мира. Надеемся, что батюшки из-за этого конфликта не передерутся.